Сказание о Святой Чудотворной Церкви Печерской, Каменной, Успение Пресвятой Богородицы Пусть все знают, что волей и промышлением самого Господа, ходатайством и молитвами Его Пречистой Матери, была создана, украсилась и освящена святая боголепная, небесиподобная Богородичная Церковь Каменная, в Святой Великой Чудотворной Лавре преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия Печерских, которая есть архимандрия всей русской земли. Сначала с блаженным епископом Симоном начинаем так слово о чудотворном начале создания ее. Был в Варяжской земле князь Африкан, брат слепого Якуна, того, который некогда бился с полком своим за Ярослава с лютым Мстиславом, братом его. У этого Африкана было два сына – Фриант и Шимон. По смерти отца их Якун изгнал обоих из области их. Шимон пришел в Русь к благоверному князю Ярославу, который принял его и держал в чести и поместил его у сына своего Всеволода, чтобы он был старейшим у него. Этот Шимон получил у Всеволода великую власть и потом имел великую любовь к святому Печерскому монастырю. Причина же любви этой была следующая. В княжении Изяслава Ярославича в Киеве, когда пришли на русскую землю половцы, собрались против них три князя Ярославича – Изяслав, Святослав и Всеволод, имея с собой и этого Шимона. Он пришел к преподобному Антонию для молитвы и благословения на брань. Старец же, открыв неложные свои уста, ясно предсказал ожидающую их погибель. Тогда варяг пал к ногам старца и молил, чтоб ему спастись от такой беды. Блаженный же сказал ему, «О чадо, многие из вас падут от острия меча и, обращенные в бегство супостатами, будут истоптаны, поранены и утонут в воде. Ты же будешь спасен и положен в церкви, которая здесь создастся». Когда они пришли к реке Альти, обе рати сошлись, и христиане были побеждены гневом Божиим. Князья побежали, и многие воеводы были убиты со множеством воинов. Шимон лежал раненый среди них. Посмотрев в высокое небо, он увидел великую церковь, как и прежде видел на море, и вспомнил слова Христовы, которые некогда слышал, и сказал, «Господи, избави меня от этой горькой смерти молитвами причистой Твоей матери и преподобных отец наших Антония и Феодосия». И тут какая-то сила исторгла его из среды мертвых, и он исцелился от ран и нашел всех своих целыми и невредимыми. Возвратясь в Киев, он пришел опять к преподобному Антонию и рассказал ему, кроме последних событий, еще дивную вещь. «Отец мой, африкан, сделал громадный крест в десять локтей и изобразил на нем богочеловеческое подобие Христа. И, почитая его, возложил на чесло его пояс, в котором пятьдесят гривен золота, и золотой венец на главу его. Когда икун изгнал меня из моей области, я взял пояс Иисуса и венец с главы его, и слышал глаз от образа, который обратился ко мне. Не возлагай, человек, этого венца на мою голову, но неси на приготовленное место, где преподобным созидается церковь Матери Моей. И дай ему в руки, что повесил над жертвенником Моим. В страхе упал я и, оцепенев, лежал как мертвый. Потом же встал и сел на корабль. Когда мы плыли, поднялась большая буря, так что все мы отчаивались в своей жизни. Тогда вспомнил я о поясе, о котором ничего не слыхал, и стал вопить, Господи, прости мне, я погибаю ради пояса, который взял с твоего честного и человекоподобного образа. И вот я увидел высоко церковь и думал, какая это церковь. И был свыше голос, та, которая созидается преподобным во имя Божией Матери, и, как видишь ты ее в величии и красоте, размерит он ее тем золотым поясом, двадцать поясов в ширину и тридцать в длину, в вышину же стены сверхом на пятьдесят. И в ней ты будешь положен. После того на море легла тишина. Мы все прославили Бога и утешились безграничной радостью, что спаслись от горькой смерти. Рассказав все это, Шимон прибавил, «Досели, отче, я не знал, где создастся показанная мне церковь, пока не услыхал из честных твоих уст, что я буду положен здесь церкви, которая создастся». И, взяв золотой пояс, он дал его преподобному Антонию со словами, «Вот мера основания церкви той, дал и венец, говоря, пусть этот венец будет повешен над святым жертвенником». Старец прославил зато Бога и сказал, «Чадо, с этих пор пусть не будет тебе имя Шимон, но Симон». Призвал святой Антоний блаженного Феодосия и сказал, «Симон, это он воздвигнет такую церковь». И передал блаженному тот пояс и венец. И с тех пор Симон имел великую любовь к святому строителю Феодосию и жертвовал ему много на возведение Богом указанной церкви и часто приходил к нему. Однажды пришел этот Симон к преподобному Феодосию и после обычной беседы сказал ему, «Отче, прошу у тебя одного дара». Феодосий же отвечал, «Чадо, чего просит твое величие у нашего смирения?» Симон же сказал, «Я требую от тебя дара великого и превосходящего моей силы». Феодосий же снова ответил, «Ты знаешь, чадо, убожество наше, что часто у нас и хлеба не найдется на дневную пищу, а о другом и не знаю, есть ли у нас что». Симон же сказал ему, «Если хочешь, подай мне, ты можешь по данной тебе благодати от Господа, который назвал тебя преподобным. Когда я снимал венец главы Иисусовой, он сказал мне, неси на приготовленное ему место и дай в руки преподобному, который воздвигнет церковь матери моей. И я прошу тебя дать мне слово, чтоб душа моя благословляла тебя как при жизни, так и по смерти моей и твоей». Отвечал ему святой, «О Симон, выше силы прошения, но если ты увидишь мое отшествие от мира, и по моем отшествию увидишь, что церковь здесь воздвигнута, и переданные мной уставы здесь сохранены, тогда знай, что я имею дерзновение к Богу. А теперь не знаю еще, приятна ли моя молитва Богу». Симон же снова сказал ему, «О тебе свидетельствовал Господь, ибо я сам слышал его слова о тебе от причистых уст святого его образа. И поэтому молю тебя как о своих чернорисцах, так и о мне грешном помолись, так и о сыне моем Георгии и до последних потомков рода моего». Святой же, подкрепляя обещание свое, сказал, «Не о них только молюсь, но и о всех, любящих это святое место». Тогда Симон, поклоняясь до земли, сказал, «Отче, чтоб мне не уходить от тебя неуспокоенным, не подтвердишь ли ты это грамотой?» Принужденный любовью к нему, преподобный написал так, «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и Святых Сил Бесплотных» и прочие слова разрешительной иерейской молитвы, и окончил так, «Да будешь прощен в этом веке и в будущем, как придет праведный судья судить живым и мертвым». Эту молитву с тех пор начали влагать в руки умершим, как первый приказал вложить себе Симон. При этой молитве Симон приписал следующее, «Помяни мя Господи, егда приидеши во царствие Твоем, воздать каждому по делам его. Тогда, владыка и рабов Твоих Симона и Георгия, сподобе стать во славе Твоей одесную Тебя и услышать благий глаз Твой, «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И сказал опять Симон, «Помолись еще, отче, чтоб были отпущены грехи и родителям моим, и ближним моим». Преподобный же Феодосий, воздев руки свои, сказал, «Да благословит вас Господь Сиона, и увидите благоденствие Иерусалима во все дни жизни нашей». Симон же принял благословение и молитву от святого, как некий многоценный бисер, и желал не расставаться с писанием этим, отходя и во гроб, как впоследствии сбылось. И так как он прежде был варях, с тех пор благодатью Божией и наставлением святого Феодосия оставил латинскую ересь и принял истинную православную христовую веру со всем домом своим, в котором было до трех тысяч душ, и с иереями своими. И сделал так ради чудес преподобных отец наших Антония Феодосия Печерских. По немалом времени, когда соорудилась Святая Печерская Церковь, первым положен в ней был Симон по откровению свыше и по предсказанию преподобного Антония. Этот достохвальный Симон ясно показал благодатными явлениями, что создание Святой Печерской Церкви, прежде чем совершилось на земле, изобразилось и предначерталось на небе, так что здесь исполнилось слово «псалма». Сам Вышний укрепил ее. Ходотайством Царицы Небесной это впоследствии подтвердилось еще явственнее таким образом. Когда прошло несколько лет с того дня, как Симон дал пояс и венец, пришли из царьгорода мастера, четверо очень богатых церковных зодчих, к преподобному Антонию Феодосию Печерским и сказали «Где хотите начать строить церковь?» Они отвечали «Где Господь укажет это место?» Мастера сказали на это «Чудная вещь! Вы узнали время своей смерти, а еще не назначили место для церкви, дав нам за работу столько золота». Тогда преподобные Антоний Феодосий, призвав всю братью, спросили греков «Скажите нам правду, что значат ваши слова?» Мастера отвечали «Однажды рано, когда мы спали в наших домах на восходе солнца, каждому из нас пришли благообразные юноши, говоря «Зовет вас царица в Авлохерну!» Мы же пошли, взяв с собой друзей и родственников своих, и встретились в Авлохерне, придя все в одно время. И когда поговорили друг с другом, узнали, что слышали тот же зов к царице и что одни и те же юноши звали нас. Мы увидели царицу и множество воинов вокруг нее и поклонились ей. И она сказала нам «Хочу церковь воздвигнуть себе в Руси, в Киеве, повелеваю вам взять с собой золото на три года и идти строить ее». Мы же, поклонясь, сказали ей «О госпоже царица, ты посылаешь нас в чужую страну, кому туда идем мы?» Она же сказала «Я посылаю здесь предстоящих Антония и Феодосия». Мы спросили «Ты на три года даешь нам золото, госпоже, так скажи им, чтобы у нас была пища и все нужное. Сама знаешь ты, чем нас наградить». Царица же сказала «Этот Антоний только благословит вас на дело, а сам отойдет в вечный покой. Феодосий же пойдет за ним на второй год. Итак, возьмите золото до избытку и идите. А наградить никто не может так, как я. Я дам вам то, что глаз не видел, ухо не слышало, что не приходит на сердце человеку. Приду я и сама видеть церковь и хочу в ней жить. Дала же она нам и мощи святых мучеников Артемия, Полиевкта, Леонтия, Акакия, Арефы, Иакова, Феодора, говоря «Положите это в основание церкви». Мы же, взяв святые мощи, золото и прочее нужное нам, спросили царицу о величине церкви. И она сказала нам, «В меру послала я пояс сына моего по его повелению, но выйдите на открытое место и увидите размеры ее». Мы вышли и увидели церковь на воздухе и, вернувшись, поклонились опять царицей и спросили, «Госпоже, в чье имя будет церковь?» Она сказала, «Хочу назвать ее в мое имя». Мы не дерзнули спросить ее, как ее имя. Царица же сказала сама, «Церковь будет богородичная». И она дала нам эту святую икону, говоря, «Она да будет наместницей». Мы, поклонясь, пошли в дома свои, имея с собой эту икону, которую приняли из рук царицы. Услыхав этот рассказ, все прославили Бога и Матерь Его, и отвечал мастерам святой Антоний, «Чадо, мы никогда не выходили к вам с этого места. Греки же сказали склятвой, «От ваших рук приняли мы царицыны золото пред многими свидетелями. Мы проводили вас с ними до корабля и, пробыв по отъезде вашем дома один месяц, отправились в путь, и теперь десятый день, что мы вышли из Царьграда». И отвечал им тогда преподобный Антоний, «О, чадо, великой благодати сподобил вас Христос, потому что вы исполнители его воли. Те благообразные юноши, звавшие вас, пресветлые ангелы, а царица во Влахерне, это явилась вам, видимо, сама пресвятая, чистая и непорочная владычица наша Богородица и Преснодева Мария. А воины, которые окружали ее, это тоже бесплотные силы ангельские. Относительно же нашего сходства и вручения вам золота, Бог один знает, как сотворил он с рабами своими. Благословен приход ваш и добрая с вами спутница, эта честная икона госпожи Богородицы. Она додарует вам, как обещалось, то, что глаз не видел и ухо не слышало, и что не приходило на сердце человеческое. Ибо этого никто не может дать, только она и сын ее Господь Бог и спас наш Иисус Христос, чей пояс и венец принесен здесь варягам, и сказано было мера ширины, длины и вышины той причестной церкви, о чем был с неба, от велелепной славы, голос Симону-варягу, давшему нам этот пояс. Со страхом поклонились греки святым и просили их, как и прежде, показать место для строения церкви. Преподобный же Антоний сказал, «Мы проведем три дня в молитве, и Господь покажет нам». Для начала такого дела, по внушению Божию, собралось на поле множество людей, никем не званых, и стали выбирать место для создания церкви. Одни говорили здесь, другие там, но удобного места не находилось. Рядом была земля князя, и по устроению Божию в это время мимо проезжал сам благоверный князь Святослав. Увидав много народу, он спросил, что они здесь делают, и узнав, свернул коня с дороги, подъехал к ним, и, как бы руководимый Богом, показал им место на своем поле и велел им, зодчим, воздвигнуть там церковь, о которой они говорили. Молились преподобные до трех дней, и когда молился преподобный Антоний в первую ночь, явился ему Господь, говоря, «Антоний, ты обрел благодать предо мной». Преподобный же Антоний сказал ему, «Господи, если обрел благодать пред Тобою, да будет по всей земле роса, а на месте, которое ты благоволишь осветить, пусть будет сухо». И на другой день нашли то место, где теперь церковь сухим, а по всей земле вокруг росу. В другую же ночь, тоже помолясь, преподобный Антоний сказал, «Господи, да будет по всей земле суша, а на месте святого роса». И когда пришли туда, так и оказалось. В третий же день, став на месте том, они помолились. Преподобный Антоний благословил место и размерили ширину его и длину христовым золотым поясом, принесенным Симоном из Варяжской земли, по той мере, которую Симон на море слышал с неба. Тогда преподобный Антоний, подняв руки к небу, возвал громким голосом, как некогда Илья, «Услыши меня, Господи, услыши меня днесь, огнем допознает народ сей, что ты хочешь сего». И упал огонь с небес, и пожег весь хворост и тернии, и истребил росу и сделал углубление, подобное рву, на размеренном месте. Те, кто были со святым, пали от страха, как мертвые. Итак, благодатью Божией было утверждено то Богом избранное место под руководством и при молитвах святого первоначальника Антония. Как и прежде, благодать, сошедшая на место это, продолжала проявляться то пламенем, исходящим на нее от старой церкви, как бы дугой, иногда же появлением ангелов с иконой. Это было ответом на моление преподобного строителя Феодосия, как и пишется в житии его. Когда место таким образом определилось, была основана святая чудотворная Богородичная Печерская Каменная Церковь преподобными отцами нашими Антонием и Феодосием Печерскими. В год от создания мира 6581-й, от Рождества же Христова 1073-й, при боголюбивом епископе Михаиле во время пребывания в Греции митрополита Георгия, во дни благоверного князя Святослава Ярославича, который начал своими руками копать ров под основание и дал 100 гривен золота в помощь блаженному строителю Феодосию. В основание под стенами положили и мощи святых мучеников, данные мастерам во Влахерне от Пресвятой Богородицы. По ее пророчеству, преподобный Антоний, прожив потом недолго, в тот же год отошел на вечный покой. Блаженный же Феодосий тщательно заботился о создании церкви, но во второй год после преподобного Антония, как уже вывел церковь из основания, сам вознесен был от земли на небо. Когда же блаженный Стефан после преподобного Феодосия принял игуменство, он полностью отстроил Святую Печерскую Церковь в третий год. Этот блаженный Стефан видел сам те преславные чудеса, как пришли мастера с иконой и поведали видение царицы во Влахерне. Потому по выходе своем из Печерского монастыря в память преславных тех чудес создал Влахернскую Церковь на Клове. Благоверный князь Владимир Мономах Севолодович, еще юный, был тоже очевидцем тому дивному чуду, как огонь спал с неба и выгорела яма там, где было положено церковное основание золотым поясом. Слух об этом распространился по всей земле русской. Поэтому и князь Всеволод с сыном своим Владимиром приехали из Переяслава узнать подробнее о столь великих чудесах. В это время Владимир был болен и опоясанный этим золотым поясом тут же исцелился молитвами святых отец наших Антония и Феодосия. И христолюбивый Владимир, взяв меру этой богом знаменованной Печерской Церкви, и в своем княжении в городе Ростове создал церковь, подобную вышиной, шириной и длиной, и записал себе на хартию, где изображен каждый праздник в этой святой церкви, и по этой записи устроил все в своей церкви. Сын его, князь Георгий, услыхав от отца своего Владимира чудеса, бывшие в этой церкви, создал церковь в ту же меру в своем княжестве, в городе Суздале. Но все эти церкви, созданные людьми, после многих лет распались. А эта единая церковь, богом созданная, пребывает неразоримой. Но перейдем теперь к повествованию об иконном украшении этой святой церкви. Через десять лет от пришествия мастеров церковных зодчих из того же богохранимого Константинограда пришли мастера иконного писания к блаженному Никону, бывшему тогда игуменом Печерским, и сказали, «Дай нам видеть тех, которые уговорились с нами о работах по иконному писанию. Хотим мы с ним исчезться. Они показали нам для расписания малую церковь, и мы уговорились с ними предмногими свидетелями, а эта церковь очень велика. Или возьмите ваше золото, а мы возвратимся в Царьград». Слышав это, усомнился игумен и сказал иконописцам, «Каковы на вид были уговорившиеся с вами?» Иконописцы рассказали ему о их внешности и лицах, и об их именах, один Антоний, другой Феодосий. И сказал им игумен, «О, чадо, невозможно вам их показать, ибо более десяти лет отошли они к Богу и непрестанно молятся за нас, храня эту церковь, соблюдая свой монастырь и заботясь о живущих в нем». Иконописцы ужаснулись этому ответу. Они привели многих купцов, пришедших с ними оттуда же, и сказали игумену, «Пред ними сговаривались мы с теми иноками и приняли золото из рук их, а ты не хочешь нам показать их. Если же они приставились, покажи нам образ их, чтоб и купцы могли видеть, те ли это были». Тогда игумен пред всеми вынес икону преподобных отец наших Антония и Феодосия Печерских. Греки, видя образ их, поклонились со словами, «Это были воистину они, и мы веруем, что они живы и по смерти, и могут помогать, заступать и спасать прибегающих к ним». И купцы дали Мусию, привезенную имя на продажу и украшавшую впоследствии святой алтарь. Иконописцы же стали каяться в своем согрешении и поведали следующее. «Когда, — говорили они, — приплыли мы на ладье в Канев, то увидели эту великую церковь на высоте и спросили бывших там людей, какая это церковь. Они отвечали, — Печерская, которой вы украсители. Мы, недовольные тем, что она так велика, хотели плыть назад, вниз. И в ту же ночь была сильная буря на реке. Встав же поутру, мы очутились близ Триполя. Ладья сама шла вверх против воды, как будто какая-то сила влекла ее. С трудом мы удержали ее и стояли весь день, размышляя, что это значит, что за одну ночь, не гребя, проехали мы такой путь, который другие с трудом совершают в три дня. В следующую ночь мы видели в видении эту церковь и в ней на местную чудотворную икону Пресвятой Богородицы, говорящую нам, «Люди, что вы мететесь в суе, не покоряясь воле сына моего и моей? Если ослушаетесь меня и задумаете плыть вниз, я возьму всех вас и поставлю у церкви моей. И знайте, что вы не выйдете оттуда, но, постригшись там, в монастыре, окончите свою жизнь, и я вам дам милость в будущем веке ради этих строителей Антония и Феодосия». Встав поутру, мы опять хотели плыть вниз и много потрудились над веслами, но ладья шла вверх, наперекор нам. Тогда, покорившись, предали мы себя воле и силе Божией, и скоро ладья пристала сама под монастырем. Когда они окончили рассказ, тогда все вместе, чернорисцы и греческие зодчи и иконописцы прославили великого Бога и причистую Его Матерь и чудотворную Ее икону и преподобных отцов Антония и Феодосия. Иконописцы принялись за дело украшения Святой Церкви, а Господь помогал им прочими дивными знамениями, как можно видеть из следующего. Когда эти мастера украшали Мусии алтарь Богом, созданный этой Церкви, тогда образ Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы сам изобразился в алтаре, в то время как все иконописцы находились внутри алтаря. Тогда им помогал, учась у них и преподобный Алипий, и все видели то дивное и страшное чудо. И когда смотрели они на образ, внезапно образ просиял ярче солнца, так что не могли они вынести и в ужасе пали ниц. Поднявшись немного, они хотели видеть то чудо. И вот из уст того образа Пресвятой Богородицы вылетел белый голубь, взлетел высоко к образу Спасителя и там скрылся. Все находившиеся в Церкви смотрели, не из Церкви ли он вылетел, и на виду у всех голубь опять вылетел из уст Спасителя и летал по всей Церкви, подлетая к каждому образу святых и садясь одному на руку, другому же на голову. Потом, слетев вниз, он сел за наместной чудотворной иконой Пресвятой Богородицы. Стоявшие внизу хотели поймать голубя и приставили лестницу, но не нашли его ни за иконой, ни за завесой. Осмотрев всюду, они не отыскали, где скрылся голубь, и все стояли, взирая на икону, явившуюся в алтаре, и снова пред ними вылетел голубь из уст того образа Пресвятой Богородицы, и полетел вверх к образу Спасителя. Стоявшие же внизу закричали к расписывающим вверх храма, «Ловите его!» И те вытянули руки, чтобы поймать его, а голубь снова влетел в уста Спасителя. И вот свет ярче солнца осиял их, и они, падши ниц, поклонились Господу, что сподобились видеть действия Пресвятого Духа, пребывающего в той Святой Церкви Печерской. Украшая среди таких чудотворений святую небесиподобную Церковь, мастера иконного Писания украшали и самих себя различными добродетелями, и, богоугодно пожив в иноческом образе, окончили жизнь свою в том же Святом Печерском монастыре, как и мастера Каменозодчие. И те, и другие положены в своем притворе в пещере преподобного Антония, где и до ныне лежат нетленно. Итак, исполнилось предсказание, которое слышали те блаженные иконописцы, когда они хотели идти в Царьград, и им явилась Святая Печерская Церковь и ее причестная икона, которая сказала, «Не уйдете оттуда, но постригшись, там окончите свою жизнь». Замечательно и другое чудо над той же Святой Богом созданной и Богом украшенной Каменной Печерской Церковью Успения Пресвятой Богородицы и над причестной ее чудотворной иконой, бывшей в те времена, о чем нам следует вспомнить. Были двое славных мужей в городе Киеве, друзья между собой, Иоанн и Сергий. Придя в Богом нареченную Печерскую Церковь, они увидели свет ярче солнца на чудотворной иконе Пресвятой Богородицы и пред ней заключили духовное братство. Через много лет Иоанн заболел к смерти. Оставляя сына своего Захарию пятилетним, он призвал игумена Печерского блаженного Никона и в его присутствии, раздав имение свое нищим сыновью часть тысячу гривен серебра и сто гривен золота, дал Сергию, ему же поручил растить юного сына своего Захарию, как другу своему и брату верному, заповедав, когда сын вырастет, ему отдать серебро и золото. Распорядившись так, он вскоре умер. Когда Захарии исполнилось пятнадцать лет, он захотел взять у Сергия свое серебро и золото, но Сергий, уязвленный дьяволом и рассчитывая приобрести богатство, решился погубить и жизнь и душу свою. Он отвечал юноше, «Твой отец все имение отдал Богу, у него проси серебра и золото, он даст тебе, если сжалится, я же не повинен ни твоему отцу, ни тебе, ни в одной златнице». Это сделал отец твой своим безумием, раздал все имение свое на милостыню, тебя же оставил нищим и убогим». Услышав это, юноша начал плакать о своей бедности. Он предложил Сергию, «Дай мне хоть половину наследия моего, а тебе да будет равная часть». Но Сергий жестокими словами укорял отца его и его самого. Захария стал просить третью часть, даже десятую, и, увидав себя лишенным всего, сказал Сергию, «Если ты ничего не принимал, иди, клянись мне в церкви Печерской предчудотворной иконой Пресвятой Богородицы, где заключил ты с моим отцом союз братолюбия». Сергий, не отказываясь, пошел в церковь и, став пред иконой Пресвятой Богородицы, сказал с клятвой, «Не брал я тысячу гривен серебра, ни ста гривен золота». Он намеревался поцеловать икону, но не мог приблизиться к ней. Выходя из дверей, он начал вопить, «Преподобные отцы Антонии и Феодосии, запретите этому немилостивому ангелу губить меня, молитесь Пресвятой Госпоже Богородице, чтоб отогнала она от меня многих бесов, которым я предан, и пусть возьмут серебро и золото, скрытое в клете моей». На всех напал страх. И с тех пор не давали никому клясться пред иконой Пресвятой Богородице. Послали в дом Сергия и взяли запечатанный сосуд и нашли в нем две тысячи гривен серебра и двести гривен золота. Так усугубил Бог воздаятель милостивым. Захария же отдал все игумену, тогда был уже Иоанн, чтоб тот израсходовал их, как хочет. Сам же постригся и окончил жизнь свою в Святом Печерском монастыре. На это серебро и золото было устроено церковь Святого Иоанна Предтечи, там, где находится лестница на хоры Святой Великой Церкви Печерской, в память боярина Иоанна и сына его Захарии, которым принадлежало серебро и золото. Изложив все это о чудесах при иконном расписании, расскажем, как Вышний осветил селение Матери Своей. Первый год игуменства блаженного Иоанна, при митрополите также Иоанне, благодать Божия благоволила осветить при таких чудесах чудотворно созданную и чудотворно украшенную Печерскую Церковь. Когда готовились к чину освящения, не было каменной доски для устроения Святого Престола. Много хлопотали о том, чтобы сделать каменную доску, но не нашлось тогда ни одного мастера, и потому сделали деревянную доску. Преосвященный же митрополит Иоанн не хотел, чтобы на Святом Престоле в такой великой церкви была деревянная доска. Игумен с братьями были в сильной печали, так как прошло несколько дней, а освящения все не было. Тринадцатый день августа иноки вошли в церковь петь по обычаю вечернюю, и увидели положенную у алтарной перегородки каменную доску из столбы для устроения Святого Престола. Они немедленно известили о том же похвалил Бога и приказал, чтобы вечерня служилась как предосвящение. Долго искали повсюду, по воде и по суше, откуда и кем могла быть привезена такая доска, и как была внесена в запертую церковь, но не нашли никакого следа. Послали туда, где делались такие предметы, три гривны серебра за труды тому мастеру, но при повсеместных поисках не оказалось на земле человека, сработавшего эту вещь. Это сам небесный делатель и промыслитель всего благого сделал ее и положил ее там, где должны были предлагаться его причистое тело и честная кровь, благоволя быть заколаем всякий день за весь мир на той трапезе, которую сам даровал в доме матери своей, но не конец еще чудесам. На следующий по чудотворным обретении той доски день преосвященный митрополит Иоанн был в великой печали, что приспело время освящения церкви Печерской, а с ним не было на освящение ни одного епископа, потому что расстояние между ними было далекое. И вот внезапно силой Божией предстали епископы Иоанн Черниговский, Исаий Яростовский, Антоний Юрьевский, Лука Белгородский, не званные никем из людей, и были как раз к чину освящения. Преосвященный митрополит Иоанн сильно удивился тому, потому что не посылал никого за епископами и спросил их, «Отчего пришли вы, не будучи званы?» Они отвечали, «Посланный от тебя владыка-юноша пришел к нам и сказал, «В четырнадцатый день августа будет освящаться Печерская церковь, будьте готовы к литургии». Мы, услыхав это приглашение, теперь пришли сюда. Антоний, епископ Юрьевский, отвечал, «Я был болен. В эту ночь вошел ко мне черноризец и сказал, «За утро будет освящаться Печерская церковь, будь там, как только услыхал я это, сделался здоров, и вот я здесь по повелению вашему». Митрополит хотел найти людей, которые звали их, и тогда внезапно раздался глаз. «Делают расследование за расследованием». Он поднял руки к небу и сказал, «О, пресвятая госпожа Богородица, как к своему представлению ты собрала апостолов из концов вселенной для честного погребения твоего, так и ныне для освящения церкви своей собрала ты их наместников и наших сослужебников. «Благослови нас на дело это и помоги нам ради славы сына твоего и твоей». Тогда все были в ужасе от столь великих чудес, которые тем еще не кончаются. Трижды обошли церковь и, придя к дверям, начали петь «Поднимите врата верхи ваши и поднимитесь». И некому было в ответ пропеть в церкви «Кто есть сей царь славы?» Потому что в ней не оставили никого. И было общее молчание. Вдруг изнутри церкви послышался голос как ангельский говорящий «Кто есть сей царь славы?» Стали искать тех певцов, откуда и как вошли они в церковь, когда все двери были затворены. Но никого в церкви не нашлось. И поняли все, что все устраивается божиим промыслом о той святой церкви, так что все говорили о ней с апостолом «О бездна богатства и премудрости и веденья Божия! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему?» И так совершилось освящение Святой Печерской Церкви в год от создания мира 6597-й, а от Рождества Христова 1089-й, 14-й день августа при благоверном князе Киевском Всеволоде Ярославиче, при помощи во всем Господа Бога и чудесах Его, молитвами Пречистой Его Матери и преподобных отец наших Антония и Феодосия Печерских. Что же, братья, удивительнее этого сказать? Прочтя книги Ветхого и Нового Завета, нигде не найдешь таких чудес, бывших над святыми церквами, как над этой. Еще прежде начала Своего она была предзнаменована и в земле Варяжской самим Господом, который прислал ей венец и пояс от честного своего образа и показал подобие ее. И в земле греческой Пресвятой Богородицы, которая прислала ей икону свою и мощи святых мучеников и тоже показала подобие ее. В начале и во всем сооружении ее, которое состояло из трех частей, построение, украшение и освящение, всюду явилось действие Святой Троицы, и здесь ясно видна скиния, которую сооружал Господь, а не человек. Так, в начале создания этой церкви сам Бог-Отец, который называется Ветхий Деньми, знаменовал место сушью, потому что сухость вслед ветхости или старости. Сын, который сошел как роса на руно, низвел росу. Дух Святой, который сошел огненными языками, не спаслал огонь с неба. Также и во время украшения Отец, который по образу своему создал человека, изобразил в алтаре Мусии образ Пресвятой Богородицы без рук иконописцев. Сын, который есть солнце правды, наполнил тогда церковь сиянием. Дух Святой, который явился в образе голубя, показал видение голубя, вылетевшего из уст образа. Наконец, во время освящения Отец, который некогда на скрижалях каменных передал закон, даровал камень на святой престол. Сын, который есть архиерей превысший небес, собрал архиерею вышеестественным образом. Дух Святой, который есть язык из глаголов шеевещания во всю землю, произнес ответ из середины церкви, когда там никого не было. Если же среди столь великих знамений Бог, в Троице поклоняемый, возлюбил соорудить себе здесь причестную церковь эту во имя любимой им царицы небесной, «Ясно, что Бог и пребывает в ней с любовью, а с Ним и царица предстоящая одесную его, заступница и прибежище всех христиан, Пресвятая Богородица, как сама она обещала то во влахерне, говоря мастерам, «Приду сама видеть церковь и хочу в ней вселиться». А святые Божии, честные мощи которых под всеми стенами лежат неподвижным основанием, пребывают тоже неотступно в этой церкви. Что же скажем о ней? Поистине дивная церковь эта свята и не одолеет ее врата адовы, потому что во всем она подобна небесам. Посему должно нам похвалять прежде отошедших благоверных князей и христолюбивых бояр, честных иноков и всех православных, которые сподобились погребения в этой святой чудотворной церкви Печерской и вокруг нее. Блажен и приблажен всякий из них, потому что сподобился он от Господа великой благодати и милости. Блажен и приблажен и тот, кто сподобился быть здесь вписан, чтоб творилась о нем молитва в этой святой небесам подобной церкви, потому что получит он оставление грехов, не лишится небесного воздаяния, но услышит глаз Господен к себе, радуйтесь, яка имена ваша написана суть на небесех. Слышать это и всем нам, чадам всей православной церкви, за молитвы преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия Печерских, да подаст благодатью своей глава церкви Христос, ему же подобает честь и слава с обезначальным его отцем и пресвятым благим и животворящим духом ныне и пресно и во веки веков Аминь. После этого повествования блаженного епископа Симона вновь следует жития святых, написанное блаженным Нестором, из которых жития святых Стефана, Никона, Варлаама, Ефрема, Исаии и Дамиана приводятся в различных местах повествования о преподобном Феодосии, а начиная от святого Дамиана, жития святых Иеремии, Матфея и Саакия упоминает в своей летописи.